Ребята, Серёга Шармаев звонит, Серёга Шармаев звонит, ребята. Сейчас громкую связь включу. Так, так, так. Серёж, привет! Привет, Серёж! Привет, да! Привет всем! И грубый привет! Серёж, я сейчас в чате узнаю, слышно ли тебя или нет. Просто я включил громкую связь, не знаю, будет им слышно, нет общения. Ребята, сразу напишите, ребята, слышите Сергея, который передает вам всем привет, ребята. Так, 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 так. Ну, Серёж, я вот хочу сказать, ты находишься на сборном пункте уже какой день? В понедельник я выехал, со вторника я нахожусь здесь. Это получается, что они собираются здесь? Теста, шивота, воскресенье, шесть дней. Шесть дней уже на сборном пункте находишься, да? Да, да. Чего, сколько вас там, много народу вообще? Много там. Народу много, ну, ты, конечно, желать, ты сам, понимаешь, военный человек. А живёте там где? Мы живём в Казарме. Курсанты нам уступили роты. Вот, нам всё подготовили. Мы мгновенно, сюда, мгновенно сработали, молодцы. Они, курсанты у нас, здесь в четыре смены работают. Кто в три, кто в четыре смены, круглосуточно, потому что народ прибывает. И, в общем, нам предоставлены все условия. Курсанты потеснены немножко, но без нарушения прав, в виду военного положения в войсках. Вот, за этим за всем следит прокуратура. И когда война, обязательно, обязательно. Ездит прокуратура здесь, чтобы жалоб не было, что не нарушаются права человека. Вот, то есть, раньше спали на одиночку, на одиночку, да, кровать. А сейчас спят они на двух ярусах, на кровать. Слушай, Серёж, а когда отправляешься на войну? Ну, громко сказано, до 27-го числа, до 27-го числа. То есть, месяц, мы здесь, на учебном центре. У нас легче уроки, в общем, всё там полагает изучение нового вооружения. Но, ну, всего нового, что есть. То есть, у тебя будет подготовка целый месяц, да? Да. А то, в информации в СМИ говорят, что стрелки подготавливаются две недели, вот. А мото, то есть, танкисты и все, кто связаны с техникой, то те на обучение три месяца. Вот, то есть, расхождение, да? Нет. Значит, у кого бус специализированы, там, корректировщики, наводчики, вот такие вот, у них, да, у них курсы подольше, ну, по улице работают, которые кто служил, поймёт, вот. Ввиду того, что парадуру с вольная, у них до трёх месяцев. А ты по какой специальности идёшь? Кем? Стрелком? Я стрелок-помощник гранатомётчика. А, то есть, гранатомётчик, да? Да, штурмовики мы, и стрелок-помощник гранатомётчика. А ты в каком звании идёшь? Я рядовой. Рядовой, да? А вам озвучили, сколько вам будет зарплата за проведение, вот, именно, за боевые действия, которые там будут? Ну, за боевые действия здесь сложно говорить, потому что здесь, помимо самой зарплаты, помимо подъёмных, ещё идёт за уничтожение боевой единицы какой-либо дополнительная премия. Дополнительная премия идёт от 20 тысяч. Ага, то есть, если ты подбил танк или БТР, то тебе за это ещё и платить будут? Да, помимо зарплаты, ещё же он строил технику, идёт, но это нужно подтвердить, чтобы подтвердили, что это имя от них. Угу, ясно, ясно. А как подтвердить? А как подтвердить, камеру что-то с собой носить, блин? Да, нет, нельзя никаких камер, нельзя никакого интернета. Хочешь жить, забудь про звонки, скажем так. Да, я... То есть, ты идёшь на войну, тебе дают подъёмные к 100 тысячам, то есть, там, и 50, и 100, и самолёты, и БТР, и дроны, и, в общем, практически всё. Ну, а как подъёмные начинаются, в общем, подъёмные 300 тысяч, сотка, и потом две сотки. Угу, то есть, ты идёшь на войну, тебе дают подъёмные к 100 тысяч, да? Когда ты приезжаешь на место, тебе ещё 200 тысяч платят, да? Да. Угу. Ясно. Помимо этого, семьи призванных, ну, семьи мобилизованных, семьи добровольцев, семьи контрактников, контрактников, ну, что так, это посложнее, потому что они сами гукулили. А те, вот, что мобилизованные добровольцы, на особым счету у губернаторов по социальной поддержке, какая-нибудь, не знаю. Слушай, а разница, Серёжа, а разница есть, если ты контрактник, наёмник, или же всё-таки доброволец, или по призыву, разница между солдатами есть вообще какая-то? В подразделениях нет. А то, что касается, где ты находишься на переднем плане, на линии соприкосновения, или прикрываешь тыл, да, есть? Есть, да? А в финансовом плане тоже разницы нет никакой? Практически никакой всего равнен. Слушай, а вот... Сейчас мы получимся, у нас идёт стипендия, это зарплата. Зарплата зависит от желания. 21 урегового. Слушай, а вопрос ещё такого характера. Вот, например, в интернете гуляют фейки. То, что якобы солдаты голодные, холодные, вещевого удовольствия нету, страна не обеспечивает. Вот. Это фейк или всё-таки... Это фейк. Это среди родни на вести панику работают специальные люди, которые за это получают зарплату. Слуги распространяют, в кавычках, патриоты, которые кричали, «Только надо будет, мы здесь», которые ничего не знают, обратно никого не отправляют. Я сразу вам могу сказать. Медкомиссия, но... Как? Медкомиссия. Но обратно никого не отправляют. Если кто-то... Вот поверьте, здесь похмельные супергюблюдей случаются, которые всё же здесь перепили, да? А если здесь бесполезны люди, здесь сразу работает прокуратура и ставят на учёт к наркологу. То есть сначала медсанбат, потом отдельно для них собирается ВВК, военно-врачебная комиссия, и ставят срочат под полу. Подарить никто не будет. Могут даже привлечь как упланирование, а в планист. Ну, в основном не упланист, а просто комиссованный. Ну, естественно, сообщают на работу, что вот у вас человек здесь засвидошенный. Задим не шутят. Вот... Насчёт еды. Не верьте. Насчёт одежды. Не изверьте. Слушай, а сколько ты уже, Серёж, на сборном пункте находишься? Я нахожусь 6 дней, получается. 6 дней. Как ты одет? Что тебе дали, выдали? У меня пицца. У меня берцы. У меня полосе летнее, зимнее обмонтирование. Завтра... Сегодня не получилось. Другая по распорядку была колдака. Завтра нам выдают... Может быть, во вторник. Ну, а... Буквально 10-20. Нам выдают сумку... Снаряжение специальное. Которое... Которое... Весит стоимостью 80 тысяч. Сейчас мы пока ходим в пятиках. А бронежилеты нет? Пока нет, но будут. Будут уже некоторые роты. Даже вооружение получили. Вооружение уже получили? Просто очень тяжело. Очень много народов. И очень тяжело в красу все это сделать. Ясно. Вот. Кушаем, я вам скажу. Завтрак. Завтрак. Обязательно. Бутерброд с сыром. Штатное масло, как полагается. Все это в упаковку. Какого-то. Что-нибудь такое. Каша. Там еще что-то. Там гречевая каша, например, в пляже. На обед. Первое. Допустим, молч. Да? И здоровый суп. Что хочешь, ты любери. То есть два блюда первых на выбор. Два блюда второго на выбор. Там, допустим, гречевая каша или рисовая каша, да? Кречевая каша, там, допустим, идет котлета. Кречевая каша, там, допустим, идет посолку курицы. А я думал, шведский стол. Там прям подходишь, там креветок набираешь, там еще гребешки какие-нибудь. Есть такой, есть шведский стол, мимо всего, что тебе идет в меню. Есть шведский стол. Шведский стол представляет собой овощи, нарезку овощей. Помидоры, огурцы, болгарский перец. Хороший бандюрель, кукуруза бандюрель. Сегодня вот на ужин была картошка в ряда, рыбные котлеты и кабачковая икра. Ну, я не говорю про бутерброд с сыром, я не говорю про масло обязательно. Алжанка, мябец на острове. И конфот, либо чай, либо кофе, либо многое зависимости, как от чего. Серега, это прям что, реально шведский стол, то есть большой стол и все блюда на выбор. Подходишь, что хочешь, что и берешь, что ли? Основную еду, основную еду, то есть первое, второе, третье, сок, либо молоко дают на раздаче. А шведский стол, мы здесь проживаем, вот нарезку овощную. Хочешь бери помидоры, хочешь бери помидоры, огурцы, хочешь бери нарезку. Помидоры отдельно, да, просто нарезка, вот в лотках порезаны помидоры, порезаны в лотки, огурцы порезаны, перец. Вот, пожалуйста, подходишь, набирай, ну это как бы вот это, если я пришел. Обязательно, я пишу, которые первое, второе, третье, это за раздачу. Слушай, Серега, тут уже задают вопрос, например, Иван Зимин задает вопрос. Служить по военной специальности, то есть срочкой, или как получится? Ты вот, когда служил... Прежде всего, прежде всего, вуз, но если ты не знаешь гранатомета, если ты стрелок, допустим, значит, ты будешь стрелком. Ну, стрелки разные бывают, да, вот допустим, я помощник гранатометчика и стрелок, кто-то помощник булеметчика и стрелок, Кто-то стрелок родист, то есть он связь поддерживает, ну, естественно, у стрелок есть, а муж, что-то я муж. Ну, кто-то пулеметчик, он пулеметчик. Кто-то водитель, особенно, вот, у весь хорошо в БЦЕ категории, у некоторых есть АБЦЕ, вот, ну, АТО, ведь, мотоциклы, а не нахрен, не нахрен. Вот, потом, вот допустим, у меня специализатор, я стрелок, но тестирование с командирами, они нормально, я могу не связи, да, я радиомеханик, тем более, я регламент радиосвязи, у меня есть подготовка, поэтому я не на ключе, а на голосовой дуплекс, ну, сниплексную связь, вот, я могу обеспечить, то есть, я могу, не дай бог, что случилось со свидетельством, я могу его прикрыть. Ну, а все равно ты с пацанами там общаешься, в основном, как, что там, вот, по специальности берут, как бы, отдельно, или все-таки всех под... То есть, на это обращать внимание, и лучше... Да, да. Ну, угу. Чё, все, по-моему, все построения, что ли? Вот, как бы, да. Чё, у вас все випостроения там, что ли, или чё? А? Сейчас, раз, два. Так, сэр, 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 ещё один вопрос, это задают, сэр, слушаешь? Ну. Ну, вот, смотри, задают ещё вопрос. А если люди, например, с одного города идут, они останутся служить вместе, или их всё-таки раскидают? Ну, как хотите, здесь можно просить, а вот идёте в очередь, и когда вас в столбе одевают, принимают... Вот. Когда, когда вас принимают, вы идёте вместе, денетесь, и говорите. Мы хотим быть вместе, мы с одного, просто с этим командиром проще встретить. То есть, здесь какая-то уже боевая сложность, да, друг друга понимает, вдруг вместе учились, как бы, вот. Это, например, тоже хорошо, приветствуется. То есть, это учитывается по желанию, да? Вот я хочу, например, с ним попасть в один взвод, и все, вот, это учитывается, да? Да, это есть. Ну, то есть, вот, допустим, я с парнями, да, я мог бы уйти в разведку. Ага. Но... Я с парнями пошёл вот в стрелке. Ну, опять штурмовики. Ага, ясно, понятно. То есть, я не пошёл в разведку по специализации, разведчик, вот. Но я не пошёл. Потому что я, ну, со своими парнями, там я никого не знаю, ничего. А здесь мы вот призывались в Питером, там не держимся. Угу. Ясно. Слушай, Сера, а вам не говорят, куда конкретно вас отправят? Например, вы по первому призыву пойдёте. Вы... Вас же не кинут сразу же в... Ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Нет, второй шелон. Это обеспечение безопасности освобождённых территорий. Выявление диверсионных групп. Выявление тех, кто голосовал за прикрепление в России, но потом передаёт за деньги, данные в НАТО. На НАТО работает. Ну, на наёмников. Вот. Типа. Вот они здесь. И тогда прилетает либо дрон, либо прилетает неплохо. Вот. То есть, за ним за бабки. Это те, кто кричали. А, привет, Россия. Дай Бог, Россия. И они тут же со спиной стоят. То есть, уявление вот этих вот людей. Даже детей 10-12 лет, которые за деньги передают и не принимают, что ракеты никого не пощадят, что не повезят туда же. Потому что мы там все. Вот. Говорят, так ты зачем это делаешь? Комендарь его привозят, за деньги обещали. Да, чё-то это прям вообще жестко. Жесть. Да. Если у кого-то кто-то там есть, то не переживайте. Можешь так и сказать, если меня слышат. Не переживайте. Просто, ребят, не поймите. Только ты нажал кнопку «Выжило», минимум самое безопасное – это прилетает. Слушай, Сэр, ну вот вам говорят, что вы будете как бы поддержкой. То есть, как бы в тылу. Ну, так как сейчас Россия отступает, вот сегодня информация поступила, что еще сдали несколько населенных пунктов. Получится так, что вас скинут прям в пекло, ёшкин кот. Ну, мы идем вторым эшелоном. У нас, еще раз объясняю, у нас задача – зачистка, подчистка уявления, ДРГ, 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 блокпосты, поддержка, у них же нет там никого, поддержка милиции, поддержка фосток КАИ, вот. Но бросают в батальон. То есть, вот так вот, не будет, что одно телевизор – это надо будет. Друга прикрепляют, бросают в батальон. Дальше получается, что, допустим, Запорожье стоит, да? Ну, да, ребята стоят. Они пошли дальше, мы их сменили. Придут менять нас, мы пойдем дальше. То есть, такая волна. Слушай, Серый, а получается это как вахта или же все-таки прям до последнего? Это все-таки прям. Это не вахта. К сожалению, это не вахта. К сожалению, там очень все серьезно. И, к сожалению, все не очень радует. Вот, потому что там фактически, фактически украинцы сдаются. Украинцы сдаются, украинцы там все такие милые, хорошие, пушистые. Там натовские головореды и натовские человека частной военной компании, Украинцы сдаются, украинцы сдаются, украинцы сдаются. Сера, а тебе сколько лет, Серый? Мне, мне пятого числа будет сорок шесть. Пятого числа, то есть через три дня, что ли? Да. Охренеть. Тогда тебя с наступающим, счастья, здоровья тебе и, самое главное, долгих лет жизни. И тут вопрос задают, Серый, еще. Возраст там за пятьдесят есть у вас, Серый? Шестьдесят два года есть. Он доброволец или по призыву? Он обижал офицер. А, офицер. И не волнует. То есть офицерского состава мало, офицеров надо учить, он давно служил. Ну, я хочу сказать, двадцать шесть лет назад я брал под федерат автомат Луки, да? А здесь председатель мне дадут в течение, я не знаю, с какой стороны ты его подойти. Ну, офицерский состав, это понятно. А рядовой состав есть 50 лет? Есть пятьдесят восемь, пятьдесят шесть, пятьдесят четыре. Ну, их призвали ли они добровольцы? Мобилизация. Блять, а как же так же? Говорили, что тридцать пять, ёшкин кот, а это уже за пятьдесят, куда это? Я ещё могу объяснить, что то, что на граждан являет птичной мобилизацией, только ты получил, ну, предписание, ты уже подходишь в мобилонетное положение все войска, в мобилонетном положении, буквально все. Даже в Питере у меня дочка контрактница, даже в Питере на атомной станции в Сосновом Бару, там всё это по военному положению. То есть никакое частичное, там, лёгкое положение нет. Слушай, наверное, многих будет ещё интересно, а вот как ты будешь связываться со своими родственниками, родными, близкими там, на Украине? По возможности я звоню, я общаюсь с дочкой, с Наташей, с Витюшкой, пока вчера общался, сегодня так мало пообщаюсь, пока вчера очень хорошо общался, вчера не было времени, я звонил. А когда буду там, ну, ребят, я хочу вернуться, я не хочу подставлять, из-за своего, у меня всё хорошо, звонка, чтобы повезли все те, кто рядом со мной. Ну, то есть, как говорится, возможности звонить у тебя оттуда не будет, да? Нет, не будет. У меня воспитанник, которого я по туризму воспитывал, был, он тоже разведчик, был в своё время военный разведчик, ЛВД. Пошёл служить, он туда по контракту на артиллериста, артиллериста, пошёл, ну, и все ребята, ребята звались, вот. Вон, последние действия были, когда они переподировались, перед дислокацией делали, они были в Лизчанске. Сейчас они уже в Лизчанске, что, естественно, не знают. Но вот последнее действие было, что говорят, мы в Лизчанске, а дальше пойдём в Северную. В общем, не переживайте, близкие, родные, жёны, дети, если нету звонков твоих, от ваших мужей, ваших отцов. Вот такое военное положение. Звонить это опасно, чрезвычайно опасно, потому что Украина работает непосредственно на связь, то есть они пилингуют телефонные звонки. И это означает, что массовое скопление людей, где телефонные звонки... Ещё хочу добавить, ещё хочу добавить. Звонят на телефон россиянам и говорят, допустим, у вас там сын подорвался, ему нужно деньги, если вы хотите, чтобы его быстрее перевелись, у вас всегда нормальные условия, он жит, он тяжело ранен, там, ты-ты-ты-ты-ты, капают на мозге, вызывайте деньги вот на такой-то счёт, там, туда-то, туда-то. Ни в коем случае, ребятки, девчатки, ни в коем случае вы деньги пошлёте тем, кто в нас стреляет. Выявилось это так, что мошенники работают. Что, ну, так вот, в зонах, потом Украина тоже так делает, тоже так делает Украина. Я не знаю детей, в коем случае, как бы, у вас там, он шин, он такой, что у меня нет, он сразу бросил труп. Ясно. Серёж, хочу тебя попросить, что ты хочешь сказать, во-первых, нашим мужикам, которые бегут из страны, во-вторых, что хочешь сказать женщинам, которые отправили своих мужей, сыновей на войну, ну и всем нашим зрителям, подписчикам, которые, надеюсь, ждут тоже, как бы, мобилизации, чтобы, как говорится, помочь. Я не буду на учение ставить девушкам, да, каждый, как бы, хозяин своего сердца. Начну с тех, кто уклоняет ребят, кто уезжает, может быть, там, в музей. Вот. Кто бежит туда, обратно ухода нет, только через военную прокуратуру. Да, слышали, но факт в том, что их-то ушло-то, их и ушло-то уже больше 100 тысяч людей. Ты думаешь, за всеми прокуратура будет заниматься? Шутить никто не будет. Будет шуты показать по законам военного времени. Сказали, мобилизация частичная, односторонное военное положение, не объявленное официально. Будут шутить, в общем, штатия идет от 5 до 10. Подумайте о своих детях, которые, у которых вы в будущем можете перечеркнуть их. Куда-то в путни, в очередной день, где есть по работе, где требуется встречу за счетчиков. А вы можете перечеркнуть этот вход. Вот. Вот. Эх, а вот. Ясно, Сереж, в общем, тебе в чате здесь все передают привет. Все желают тебе удачи. Самое главное, удачи, ребята. Да, действительно, удача на войне нужна. Ладно, шальная пуля Это одно, но когда прилетает Снаряд, бомба или что Какой бы ты был бы Непрофессионал, а от нее Уже, извините, уйти невозможно А тебя тем более надо смотреть Не только вниз, но и вверх Не знаю, что произнесет Вот, здесь тебе именно Диман и пишет Нобеликс, который Шаман, держись, дронов у них много Глаза оба вверх Вот, это Диман тебе передает Пишет и говорит Да, я понял Я понял Диман, не переживай, не сиди, я говорю Назад не побегу Кваниться не собираюсь Позвать не буду, честно В общем, тебе все передают привет Шаман, держись, надеюсь, на фронт Не дойдет Слышал? Надеюсь, что До фронта не дойдет Двум сверстям не бывает Это не миновать Кван на Каске Жил, где он-то жил Девчатам Не теряйте бодрости Не ведитесь на ссылки Не верьте написанному в интернете Это всем Не стоит сказать, ребят Это там всем И никого не будет Может быть, даже никогда Никого Кого-то там Вживу и не увижу Но, блин, мне хотелось бы Как бы Кого призвали Кого не призвали Здесь все не виноват Укрываться Дело каждого Потом внутри будет Как бы, да Это указывает Внутри Вот Ну, что делаешь Так надо Просто так надо И все Вот У тебя попал Кто-то там еще Где-то попал Кто-то делает операции На глаза На один глаз Делает Один кредит и берет Там отсрочка идет От полгода Потом идет Дело На второй глаз Делает кредит Там еще По отсрочке Вот полгода Вот получается Вот отсрочка Не бежать никуда Не надо, правда? Слушай, Серега А тебе отсрочку Не обещали У тебя же Я уже как-то Намекнул То, что у Сереги Шамаева Скоро возможно Будет пополнение Тебе отсрочки Никто ничего Не говорил? Ты никому Ничего не сказал? Что, например У тебя скоро Будет пополнение В семье Вроде Я ему ничего не сказал Ну, а что ты? Да, что ты? Живой отец-то Дома нужнее, бля Смысл Если у меня Это Меня Как-то Не спасает У тебя Первый Первый Маленький Ребенок Скоро Скоро Второй Появится Скоро Второй Появится И что На это На это Что Не будешь Смотреть? Есть Спец Учет Такая штука Конграду Подчиняюсь Только приказу Министра обороны И президента Я тебе уже объяснял То есть Вот Ну, вот так Служил Спец Учет Все Ты не можешь Ничего сделать Пришло тебе Могу Быть по-другому Всеобщая Могилизация Я прихожу В военкомат Забралась Там Мне говорят На тебя Еще расписаний Не было Вот так, ребята Скоро Серега Шамаев Будет отмечать День рождения В частности Через Три дня И скоро Он будет Отмечать День рождения Дочери Ребята Представляете У него Второй Поставили Поставили Роды Жены На 23 Января Как Их Но Приблизили Подсчет Медиков 23 Января Ребята 23 Января Наш Старичок Обзаведется Еще одним Ребеночком Вот так Пенсионеры Ребята Работают Вот так Вот Ребята Все Плодятся И плодятся Молодец Так Держать Это Дембельский аккорд Ребята Дембельский аккорд Да Ясно Я обещал Дочку Жене Я снова Держал Ясно Молодец Ну ладно Давай Сережа Пожелай Всем Удачи Вот Именно В прямом Эфире Может быть Пожелание Какое-то Скажешь И Наверное Мы С тобой Попрощаемся И пожелаем Тебе Удачи Вот Может быть Если что Саш Я позвоню Еще Когда В подправку Куда Че А так Ну Если что-то Новое Мало ли Ну Позвоню А так Не буду Теревозить Все Свои дела И Ни себя Не могут Соплодать С моим Личным Временем Свободны Правда Вот Я хочу Всем пожелать Здоровья Добра Мира И Любите Других Все Спасибо Серега Крепко Жму Тебе Руку И Ну и Запара Ребятки Еще Сезон Не закончен Так Все Я не выкопал Закопайте Пожалуйста Неудачно Здесь Угрять Все Спасибо Обязательно Выкопаем Обязательно Тебе Чем-нибудь Оставим Ну Все Сереж Спасибо Все Спасибо Пока Давай Хвост Было Приятно Побыть С вами Видео Нельзя Ничего Нельзя Ну Вот Пришлось На колоссовой Пусе Сыгранской Но Тем Нем Я Очень Рад был С вами Быть И Я С вами Душой Все Равно А Земля У нас Одна Значит Где-то Мои Пожелания Волнами По Внутренней Части Где Находят Красивые Сигналы Красивые Заверня Вот Таким Мои Пожелания Вот Ну Все Серег Спасибо Удачи Тебе И Возвращайся Живым Живым Ты нам Нужен Живой Ну Я Не только Вам нужен Живой Я Обязательно Герою Вы Обещал Я Шмор Ну Все Давай Пока Серег Давай Удачи Пока Давайте Давайте Счастливо А Всем Ребят С нами Был Сергей Сергей Шамаев Наш Модератор Наш Как говорится Старичок Который С нами Очень Долго С нами Долго Общается Компанейский Дружный Настоящий Настоящий Ребята Человек Вот В свое В свое Время Мы Тоже Как бы Ему Помогли С Лечением Его Первенца То есть Он Сильно Болел Ему Требовалась Операция Серьезная И мы С мира По нитке Нашим Сообществом Собрали Огромную Сумму И Слава Богу Ребенок Поправился И сейчас Крепкий Крипыш Растет Часто Вы видите Фотографии Которые Серега Присылал Такую Уже Пацан Растет Мужик Мужик Уже Скорость Серега Будет Копать Так что С нами Был Сегодня Серега Он Сейчас Находится В Саратове Говорит Все Что Показывают В интернете Это Фейки Обеспечивают Продовольствием Полностью Обеспечивают Вещевым Довольствием Полностью То есть Никаких Проблем С вещами С Продовольствием Нету Он Даже Говорит Что Грубо говоря Можно Даже Жирок Набить От Такой Кормежки Кормят На убой Ну Ребята Грубо сказано Кормят На убой Ну Так вот На самом деле Кормят Хорошо Одевают Снабжают Все Тоже Хорошо В общем Обучение Все 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 Происходит По Расписанию Вот Судя По его Словам В общем Через Месяц Он отправится Туда На фронт Вот Он у нас Будет Гранатометчик Если кто не знает Это Помощник Гранатометчика То есть Он будет Подавать Снаряды Вот На эту Базуку Да Знаете Такая Вот Так что Вот так вот Наш Серега Шамаев Ну Есть еще Несколько Людей Которые С нашего Сообщества Отправились Именно В те Степи Вот Но К сожалению Пока От них Никакой Информации Нет Вот Ну ладно Давайте Отступили От нашего Стрима От нашего Хобби Стрима Стрима